Совет директоров Роснефти дал рекомендации по размеру дивидендов. Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго полугодия 2017 года в размере 6,65 рубля на акцию, говорится в официальном сообщении на сайте компании. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2017 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6,65 рубля на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли общества по стандартам МСФО. С учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года отмечается в сообщении, учитывая выплаты дивидендов по итогам первого полугодия прошлого года в размере 3,83 рубля на акцию, суммарный размер выплат составит 10,48 рубля на ценную бумагу. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам первых шести месяцев 2017 года будет направлена Роснефтью на дивиденды, составит 75 миллиарда рублей. Кроме того, Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Роснефти и провести его в городе Красноярске 21 июня 2018 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен до 27 мая. Начальник аналитического департамента УКБК сбережения Сергей Суверов отмечает, что общий объем выплат по итогам 2017 года составит 111 миллиарда рублей, что на 75% превышает позапрошлогодние показатели. Это рекорд для российского рынка. Роснефть – самая щедрая из газкомпаний, добавил эксперт. В августе 2017 года компания внесла изменения в дивидендную политику, утвердив целевой уровень выплат не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансчетности МСФО. С декабря прошлого года в Роснефти действовала норма в 35% от консолидированной чистой прибыли. Начальник аналитического департамента Альпари Александр Разуваев обращает внимание, что остальные газкомпании не так охотно делятся с акционерами своей прибылью. Так, «Газпром» отдает акционерам вдвое меньше 24% прибыли по МСФО, ссылаясь на обширную инвест-программу, которая должна обнулить денежный поток монополии по итогам 2017 года. А значит, «Газпрому» придется занимать, чтобы выполнить выплатить дивиденды в размере 50%, добавляет он. Похожий подход к дивидендам у «Транснефти». В прошлом году она заплатила 100% прибыли по РСБУ, что вдвое ниже, чем половина по МСФО. Выплаты по итогам 2017 года останутся на том же уровне. Высокие дивиденды Роснефти – хороший сигнал для инвесторов. Компания является одной из наиболее эффективных в отрасли по ключевым направлениям бизнеса. При этом компания фундаментально недооценена, поэтому имеет потенциал к существенному росту капитализации, говорит Суверов. По итогам 2017 года выручка Роснефти увеличилась на 37,8% до 106,4 млрд. долларов. Чистая прибыль на 47% до 3,8 млрд. долларов. Показатель EBITDA до налоговой прибыли также вырос на 24,4%, составив 24 млрд. долларов. Перейти в мою ленту «Новость» размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком. Субтитры создавал DimaTorzok